Добрый день, дорогие друзья! 8 сентября станет очень важным днём для всех нас, потому что в этот день мы поймём, у кого есть совесть, а у кого её нет. У кого вдобавок к совести есть отвага, а кто смел лишь на диване. Кто может собой гордиться, а кто не очень. В этот день станет очевидным, сможет ли общество вступиться за тех, кто не побоялся выйти на защиту этого самого общества. Выборы в Мосгордуму начинались как тихая политтехнологическая кампания. Мэрия хотела втихую провести подконтрольных депутатов. Независимые кандидаты хотели воспользоваться этой самой ленью и наглостью мэрии и устроить шумную кампанию, использовать выборы как политическую площадку и даже, может быть, попасть в Мосгордуму. Но власть своей тупостью, жадностью, наглостью превратила тихую избирательную кампанию в крупнейший политический кризис со времён Болотной. Массовые протесты, многотысячные митинги, вовлечение в политику до сих пор безразличных людей – это с одной стороны. И нежелание общаться с обществом. Полицейщина. Репрессии с другой. Таким образом, к 8 сентября мы подходим со следующим итогом. Репрессии в отношении гражданского общества. Несколько человек на пороге приговора по 318 статье – это насилие. И с перспективой в любой момент продолжения по 212 – массовые беспорядки. Практически полное отсутствие независимых кандидатов в бюллетене. Власть не слышит или не хочет слышать общество. Но общество тоже уже не готово молчать. Люди устали от бесконтрольной, коррумпированной и несменяемой власти. 20 лет всё-таки, из которых последние 5 – это ещё период падения уровня жизни. Что в такой ситуации делать гражданскому обществу? Как мы можем ответить на эти вызовы на участках для голосования? Ведь наших кандидатов даже нет в бюллетене. Но выборы 8 сентября в Москве – это больше не выборы. И к ним нельзя подходить с позиций политических технологий. Это нравственный, моральный выбор. Этот день на достаточно долгое время определит границы дозволенного для власти. Те границы, которые устанавливает общество, из-за которой власти переходить нельзя. Ситуация такова, что в день выборов бессмысленно решать, будет ли в региональном законодательном органе сидеть депутат Пупкин, который делает вид, что он не от Единой России. Или депутат Пупкин, который делает вид, что он от КПРФ. На повестке дня совершенно другие вопросы. 8 сентября мы должны сами для себя в первую очередь дать ответ. Готовы ли мы согласиться, что полиция может ломать мирным людям ноги? Как она поступила с Константином Коноваловым, дизайнером, которому при задержании сломали ногу. А в Следственном комитете сказали, что это законно, поскольку его приняли за протестующего. Или можем ли мы согласиться считать причинением ущерба ОМОНовцу, брошенный в его сторону в бумажный стаканчик? Вот мы, как общество, готовы принять, что Егора Жукова по такому обвинению собираются заправить в уголовники? Или согласны ли мы с тем, что полиция вот так обходится с задержанной девушкой? Ответ, как мне лично кажется, очевиден. Нельзя с этим соглашаться, нельзя терпеть, нельзя бросать тех, кто попал в эти журнала. Поэтому отсюда проистекают наши ближайшие цели. Добиваться отказа режима от внеправового использования статьи о массовых беспорядках и о применении насилия к полицейским. То есть не просто отложить в сторону эти обвинения на время, чтобы применить их тогда, когда внимание уйдет, а признать, что не было никаких массовых беспорядков, не было никакого применения силы к бандитам в погонах. Все обвинение изначально было сфальсифицировано. Во-вторых, добиться освобождения политических заключенных. В-третьих, добиваться наказания силовиков, избивающих людей. И, наконец, отказать в предании легитимности Мосгордуме, избираемой в условиях правового беспредела. Ну и, конечно, добиться переназначения выборов. Это четыре простых, честных и на самом деле минимальных требования. Из этих требований вытекают принципы поведения 8 сентября. Голосовать можно только за тех кандидатов, которые разделяют эти требования. Почему только за них? Тут важно задать самому себе вопрос. А вот я лично смогу посмотреть в глаза тем, кто сидит под уголовкой или кто окажется в этом положении в скором будущем? В глаза их близким. Если я проголосую за кандидата, допускающего уголовные политические преследования. А избитым я смогу посмотреть в глаза, если мой депутат будет считать нормальным, что силовики избивают людей. Вот поэтому голосовать можно только за тех кандидатов, кто публично скажет «нет» беспределу. Ведь главное наше преимущество перед путинским режимом – это моральная правота. И чтобы не потерять ее, мы должны всеми силами добиваться этих наших целей. И для достижения этих целей мы должны сказать власти – не пойдете навстречу. 8 сентября получите вместо покорного города большую проблему. И на улицах, и на избирательных участках. Иное было бы предательством. Иное было бы недостойно. Я лично могу говорить это, потому что я сам не согласился на предательство. Когда в 2009 году Дмитрий Медведев публично сказал, что я могу рассчитывать на помилование после тогда 6 лет тюрьмы, признав вину, я предпочел отсидеть еще 4 года, чтобы не подставлять своих коллег. Пока требование признания вины не было снято. И сегодня я говорю, призывать голосовать за тех, кто не поддерживает требования прекращения беспредела – недостойно. Бездействовать, когда бездействие ведет к продолжению репрессий – недостойно. Я не прошу никого записываться в списки, которые могут помочь ФСБ испортить вам жизнь. Я не прошу голосовать по моей указке. Это я опубликую для вас факт, кто из кандидатов выступил в поддержку политзаключенных, а кто трусливо смолчал или даже поддерживал бандитов в погонах. А вы, имея факты, поступите так, как велит вам ваша совесть. Если ваша совесть позволяет голосовать за или труса, или, возможно, садиста – голосуйте и несите это на своей совести. Но знайте, и бездействие бандитская власть воспринимает как покорность. А испортить бюллетень – это уже поступок. Написать призыв, расклеить листовку – поступок вдвойне. Сказать публично, в лицо бессовестной власти, то, что вы о ней думаете – отвага. Я призываю 8 сентября прийти на участок. И если в списке кандидатов вы не видите того, кто сказал «нет» беспределу, пишите на бюллетене «Свободу политзаключенным», «Долой самодержавие». Бросайте их в избирательные урны. Или оставляйте на участках. Расклеивайте в доступных местах листовки и стикеры с требованием прекращения репрессий и возвращения честных выборов. Ну а те, кому хватит отваги, пусть выскажут эти требования на улицах города. Мирно, в соответствии с Конституцией, Россия будет свободной. Всего хорошего, друзья.